Добрый день! В этом уроке мы рассмотрим архитектуру систем Sematic S7300 и S7400. На фото представлены системы Sematic S7300 и S7400. Хорошо видны конструктивные различия. Модули Sematic S7300 крепятся на монтажной рейке специального профиля высотой 120 мм. Соединяются P-образным коннектором, который комплектуется с модулями периферии. Модули S7400 крепятся на специальной монтажной стойке с разъемами. S7300 позиционируется как система управления для решения задач малого и среднего класса. S7400 это система для решения сложных задач, для которых требуется большой объем памяти и гибкость в построении программы. S7300 и S7400 программируются в одном и том же пакете. Это пакет программ Step7. Система команд практически совпадает, что говорит о переносимости программ. Основное отличие S7400 от S7300 в больших объемах внутренней рабочей памяти контроллера. И, пожалуй, самое главное, в развитой операционной системе, обеспечивающей большой набор системных блоков и, соответственно, набор решаемых задач. И широкий ряд организационных блоков, позволяющих обеспечить параллельность, а правильно сказать, псевдопараллельность обработки нескольких задач. Архитектура S7300 и S7400 имеет модульную структуру. Главным элементом является CPU. Далее, для примера, рассмотрим архитектуру S7300. Информационные и управляющие сигналы передаются через модули SM. Сигнальные модули. Мы их называем просто модулями ввода-вывода. В группу SM входят модули дискретных сигналов ДИДО и аналоговых сигналов АИ и АО. Количество и тип модулей SM определяется набором и типом сигналов автоматизированного процесса. Следующая группа модулей FM. Это функциональные модули. Это специализированные модули для решения различных задач, таких как позиционирование, регулирование, обработки высокочастотных сигналов. На фото представлен модуль FM355-2S, который может использоваться для построения систем регулирования температуры. Также в состав станции могут входить модули из группы CP. Это коммуникационные процессоры для работы в сетях Profibas, Industrial Ethernet, AS-интерфейса или организации связи Point-to-Point по интерфейсу 485, 422, RS-232. Еще одну группу модулей образуют интерфейсные модули IM. Они обеспечивают возможность расширить набор модулей, подключаемых к процессору, по его внутренней шине. Об этих модулях поговорим в уроке, посвященном архитектуре ввода-вывода. Для SM400 обязательным блоком является блок питания. Это группа PS, Power Supply модулей. Порядок размещения модулей в системе произволен. Фиксированные места должны занимать для SM300 только CPU и интерфейсный модуль. Для SM400 еще большая гибкость, только блок питания размещается в фиксированном положении. Это один слот или оба сразу, в зависимости от ширины модуля. Рассмотрим модификации системы SM300. Первый вариант образует CPU стандартной серии. В этом варианте модуль CPU представляет собой контроллер без внутренней периферии. Мы видим основные технические характеристики CPU. Главное – это первая строка – рабочая память. Важное значение при выборе CPU имеет также и внутренние интерфейсы. Так, при работе с модулями распределенной периферии, например, сети Profibus, целесообразно выбирать CPU с интерфейсом Profibus. Интерфейс MPI имеется во всех CPU S7300 и S7400. Это основной интерфейс для программирования, выполнения онлайн функций с CPU. Правда, встроенный интерфейс Profinet также считается основным. Основным интерфейсом будем считать тот, который определяет выбор аппаратных средств для связи с этим CPU. Об этом в отдельном уроке. Второй вариант модификации S7300 – это компактная серия. В названии CPU присутствует буква C. Во всех CPU этой серии встроены модули дискретного ввода-вывода, а в некоторых и аналогового ввода-вывода. Также все CPU имеют встроенные каналы для быстрого счета. Все дискретные входы могут быть настроены на передачу сигналов аппаратного прерывания. Отдельная CPU имеет встроенные функции педрегулирования и позиционирования по одной оси. Имеется еще один вариант модификации CPU – F-серия. Эти CPU обеспечивают поддержку не только стандартных функций управления, но и функций противоаварийной защиты и обеспечения безопасности. Программа для этих функций или F-секция программы строится на основе специальных функциональных блоков с выполнением множественных проверок результатов выполнения операции. F-модули ввода-вывода характеризуются дублированной внутренней структурой, позволяющей подключать один- или двухканальное подключение датчиков и исполнительных устройств. На аппаратном уровне этих модулей обнаруживается расхождение в считываемых значениях для каждого канала. Для конфигурирования этих модулей и использования библиотечных функций необходим дополнительный пакет – S7-F-System. А теперь на примере CPU S7-300 рассмотрим органы управления индикацией. Также мы видим различные интерфейсы для подключения программатора и для работы в сетях. Все CPU имеют интерфейс MPI. Для некоторых CPU этот интерфейс может быть настроен на протокол Profibus DP. Интерфейс MPI позволяет объединять CPU в сеть до 32 участников. Скорость обмена стандартная – 187 кБ, а для современных версий – до 12 МБ. Встроенный интерфейс Profibus DP позволяет обслуживать до 126 участников сети. В качестве таких применяются модули децентрализованной периферии. А также станции S7-300 и S7-400, работающих в режиме Slave – это так называемая интеллектуальная периферия. Такое взаимодействие обеспечивает быстрый обмен данным между станциями. Интерфейс ProfiNet, который получил большое распространение в последнее время и который является основным для нового поколения Sematica 7200 и 1500, может быть использован как основной для связи с программатором, так и одновременно для связи с распределенной периферией, подобный интерфейсу Profibus DP. На примере CPU-313C2DP рассмотрим индикацию CPU. Индикатор SF – суммарная ошибка, например, программная ошибка в CPU или ошибка от модуля с внутренней диагностикой. BF – ошибка сети Profibus для модуля с дополнительным интерфейсом. Светится постоянно при коротком замыкании кабеля или неправильной конфигурации. Мигает при отсутствии связи с каким-либо участником по сети Profibus DP. Индикатор DC 5V – индикация о наличии внутреннего питания 5V. Индикатор FRCE – индикация об установленном режиме FORCE, то есть по меньшей мере один вход или выход управляется принудительно в соответствии с таблицей значений. Индикатор RUN – RUN мигает при старте, светится постоянно в режиме RUN, в режиме исполнения программы. Индикатор STOP – стоп режим, медленно мигает, если требуется сброс, например при отсутствии модуля MMC. Быстро мигает во время сброса, светится постоянно в STOP режиме. Переключатель режима работы имеет два фиксированных положения – STOP и RUN. С помощью него пользователь вручную переводит CPU в режим работы RUN или остановки. В положении MRES пользователь переводит переключатель, когда CPU, например, сам запрашивает сброс, например, при отсутствии карты CPU. Если же необходим принудительный сброс, то это выполняется специальным образом. В небольшом видеофрагменте вы сейчас увидите, как это делается. Для сброса CPU нужно перевести переключатель в режим STOP. Затем перевести его в положение MRES, удерживать его в этом состоянии, пока индикатор STOP не мигнет два раза. Видим, что он мигнул два раза, возвращаем его в STOP и быстро, не более двух секунд, обратно переводим его в положение MRES. Индикатор STOP мигает часто. Перейдем в режим RUN – это так называемый ручной старт CPU. Если CPU работает, но в этот момент выключилось питание, а потом снова включилось, то CPU запускается автоматически. Мы видим автоматический старт. Горят все лампочки тест-аппаратуры и происходит перезапуск контроллера и исполнение программы. Посмотрим, как вытаскивается и вставляется MMC-карта. Это можно делать только в режиме STOP. Чтобы вытащить карту, нужно нажать на соответствующую кнопку. Мы освобождаем карту. Видим, что лампа STOP медленно мигает. Идет запрос на сброс. В этом случае мы просто переводим переключатель в режим MRES. Видим, что STOP мигает часто. Теперь запустим CPU в режим RUN без карты MMC. Мы видим, что происходит запуск CPU, но в этом случае CPU работает без программы. Это так называемый холостой режим работы CPU. Снова переведем переключатель STOP. Установим карту. Нажмем до щелчка. Мы видим, что STOP мигает медленно. Запрашивается сброс. Выполняем сброс. Сброс выполнен. И переведем в положение RUN. Выполняется программа, записанная в карту памяти. И в заключение рассмотрим более подробно контроллеры 7400. Имеются различные типы процессоров, которые отличаются вычислительными возможностями, объемами памяти, быстродействием, количеством встроенных интерфейсов. Органы управления индикацией однотипные. Но больше имеется индикаторов об ошибках CPU. Так, например, имеется отдельный индикатор EXTF. Внешняя ошибка. Что касается технических характеристик, то обращаем внимание на объем рабочей памяти. Она представлена двумя равными разделами или банками памяти. Память кода и память для хранения данных. Общий объем такой памяти от 288 кБ, как вы видите, до 30 МБ. Имеется внутренняя загрузочная память RAM АЗУ 512 либо 1 МБ. Отличает SM400 и большое количество каналов ввода-вывода. Больше чем в SM300 количество активных соединений. Среди особенностей SM400 отметим наличие носителя модулей. Имеется большое разнообразие носителей, как по количеству слота мест, так и по организации внутренней шины, по возможности резервирования CPU и блоков питания. Блок питания, мы уже говорили, это обязательный элемент системы SM400. Используются блоки питания на напряжение 220 Вольт или постоянного тока 24 Вольта. Возможно установка двух резервированных блоков питания в корзину для дублирования питания стойки. В блоке питания имеется отсек для батарейного питания. Устанавливают один или два литиевых аккумулятора напряжением 3,6 Вольта. Имеется индикация питания. Также блок питания может посылать запрос на CPU при снижении питания ниже нормы. Батарейное питание необходимо для сохранения, в случае пропадания питания, изменяемых данных. Это прежде всего блоки ДБ и флаги, а также всей программы, если она хранится в АЗУ. При построении сложных систем, SM400 позволяет использовать до четырех центральных процессоров, выполняющих параллельную обработку информации. Для построения систем управления с повышенными требованиями надежности используются контроллеры H-серии. SM400H состоит из двух идентичных подсистем, работающих по принципу «ведущий-ведомый». Оба CPU связаны оптическими кабелями синхронизации и выполняют одну и ту же программу. Управление осуществляет ведущая подсистема. В случае отказа функция управления безударно переводится на ведомую систему. Вопросы надежности решаются операционной системой и аппаратной частью CPU. Программа разрабатывается, как для обычного контроллера. Система ввода-вывода для таких систем строится на основе резервированной сети профибаз DP и станции распределенного ввода-вывода, например, ET200M. На этом урок об аппаратных средствах станций SM300 и SM400 закончен. Спасибо за внимание. С вами был Альтерман Игорь. Субтитры создавал DimaTorzok